Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами автор книг о растениях Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о том, чтобы ваш чеснок хранился круглый год. Почему? Многие жалуются, что чеснок плохо лежит и к весне как бы усыхает. Конечно, это не характерно для ярового чеснока. Сорта ярового чеснока хранятся могут и год, и два, и даже до трех лет, но там мелкие зубки. А вот возимого чеснока, к весне как бы зубки высыхают и начинают заболевать, портиться. Что сделать, чтобы они были к весне свежими и можно было использовать пищу. Для этого существует масса-масса способов. Самый простой способ, это, конечно, ваш чеснок может храниться не год, не два, а и пять лет, это его сушка. Разрезали каждый зубчик на дольки, просушили, и в сушеном виде он у вас может лежать бесконечно долгое время, лишь бы только он там не замокрел, не попал под влияние влаги, где он будет портиться. Следующий способ маринования. Можно чеснок замариновать. Ну, конечно, сушеный чеснок можно добавлять в блюдо, а вот маринованный как бы уже больше в салатике идет или употребляться в свежем виде. Вот, а хочется более свежего чесночка. А свежий чесночок сохранит долгую пору, есть тоже несколько приемов. Самый простой прием, это почистить зубчики и положить в сухую чистую банку, залить подсуночным маслом. По мере необходимости зубчики берем, используем, куда нам надо, там для различных блюд, масло это понижается уровень, мы будем потом использовать в приготовке мясных блюд, рыбных блюд, добавляем по капельке масла лишнего, вот, и как бы уровень масла понижается, и зубков уменьшается, но мы имеем хорошие, свежие зубчики, приятного вкуса. Следующий способ хранения зима чеснока, тоже очень простой, такой, что с ним справится даже ребенок. Сделается тоже очень просто. Значит, как вы уже видели в наших роликах, я показывал, что весь чеснок после уборки обязательно промываю в воде. А промываю в воде, значит, я отмываюсь угрась, и вот эту шелуху, наружную шелуху загрязненную, также удаляю из чеснока. Так вот, достаточно взять головки чеснока, хорошо просушить, после этого мы их обрезаем по плечике и начинаем вкладывать в банку. Значит, первый слой ложим, как бы, на донце, второй слой, наоборот, переворачиваем донцем вверх. И вот это пространство насыпали, положили на донце, засыпаем слоем соли. Можно использовать слой муки. Следующий слой перевернули, положили, опять солью засыпали. Так вот, в таком виде чеснок может лежать больше года. Главное условие хранения такого чеснока, чтобы он хранился в темноте и в прохладном месте. Темное и прохладное место позволяет сохранить чеснок свежим, как будто вчера снятый. Ну, только тут есть один нюанс. В эту баночку с чесноком, который вы так сделали, значит, не закрываем капроновой крышкой, потому что чеснок, он живой, он все равно будет дышать. Мы марлю, накрываем марлей, завязываем марлей, и вот так он и как бы дышит, и не испарается. В подвал опускать не надо, потому что колебание температуры в подвале, влажность вызовет его отпотевание, соответственно, он даже в соли может прорастать. Конечно, вас может быть, ну, сказать, охлопотно с солью. Попробуйте с мукой. Эффект тот же самый. Такой же чеснок можно прекрасно это самое, пересыпать мукой, он также будет храниться долго-долго-долгое время. Вот, и вы будете наслаждаться ароматами, будет казаться, что он только-только что сградкий. Так что, видите, способов хранения чеснока круглый год очень-очень много. Какой вам лучше подойдет, какой менее хлопотный для вас, это выбирать вам. Но результат того стоит, потому что, сами видите, этот овощ как бы все время дорожает. Вот, а иметь под рукой его хочется всегда, потому что он идет в очень разное блюдо, как мясные, так и рыбные, так и различные салаты добавляются. Вот, поэтому обеспечиваем себя зимним чесноком. Так, что там еще давать, подожди, про сушку сказал, про это самое, про маринование сказал, про соль сказал, это самое. Так что используя различные способы, вы можете иметь душистые зубки, и это самое, не поврежденные болезнями круглый год. Возьмите на вооружение, если у вас есть какие-то свои способы хранения, мы будем благодарны. Ставьте в наших комментариях, пишите свои способы, мы тоже возьмем их на вооружение. Соответственно, такую широкую возможность получат и многие наши зрители, все, кто глядит, смотрят наш YouTube-канал. Вам удачи и приятного аппетита. До свидания.